территория страны она пустой не будет тут будет другие с юга красивые чернобровые здесь будут китайцы кто угодно мы взяли участок земли с нуля начали восстанавливать но пять условий должно быть поселяющиеся доказать должен что не лжет не пьет не курит не матерится не ворует я в краевой администрации сказал они говорят у нас тут ни одного такого нет и курят и матерятся и женщины моя ли вина что вы этого не делаете делайте у меня стояла задача я к ней приступил благословляясь у бога невозможного никогда не было почему яка с нами бог то есть нами бог а большинство там где бог я просто рассказываю конкретно вот они злобятся я показываю вот за девять лет издана столько книг это библиотека целая но вы покажите здесь за рубежом где-нибудь у кого-нибудь у сектантов у православных был такой наплыв материала а сегодня архиереи даже берут книги когда да к истинным православным это настольная книга для священнослужителей да мне бог дал я должен скрыть или что я должен сделать или не дождетесь когда я помру к мартин лютер сказал папе как тебе будет меня не хватать это я говорю ко всем которые преследуют сегодня читаем дальше я покажу тебе веру из дел моих я показываю из дел значит можем показать ее и из дел показать ее надо я показываю я бы был не таким я давно умер как бы не мой господь мой господь вот я поступил высшее мореходное училище сразу же добился разрешения сдать три курса за год за один год по выбору комиссии на одном из трех иностранных языков ну теперь покажите у вас было это или нет это не мое у нас школе иностранного языка не было вообще не было его нуль это с нуля все бог дает я должен сказать господи мне это не надо и ухожу я не могу так я уже за грань перешел 73 года мне и поэтому вот эти разные нападки я скажу как же пилот знал что предали зависть а вы не знаете вы завистники и вы этого не знаете за мной как киллеры охотятся не пьют и не едят но они опаздывают потому что когда они приходят сюда я уже в третьем месте нахожусь я в городе преподаю в десятках школ в пяти университетах во всех отделах милиции пять отделов шестое краевое городское вода и краевое и приезжают только за мной больше не за кем они заказывают тему допустим об экстремизме это 700 офицеров бывает прокуроры я перед ними выступаю когда разрешили библии приносить я лично бог мне дал это доставать библии я наводнен буквально все организации ни копейки не добавляя почти в десять раз дешевле стоимости которые в церкви и сегодня мне везде руку жмут и прокуроры и министры мы все это через вас услышали отдельно собирают завучи директора школ гора но я перед ними выступаю где вы были в это время во всех воинских частях мама я работала всех заводах лотепе тогда было там решили в тюрьмах какие есть в лагере в кгб прокуратура я считаю больше меня никто не проповедовал вот в за эти за эти годы никто все техникум это все мое было так а за мной в это время гонялись местные от епископа приносит бумагу чтобы меня выкинули но ничего опять же не получилось кроме позора им говорят возьмите другую аудиторию мы вам нет не отказываем а зачем выгонять он у нас уже 16 лет преподает и при том бесплатно я веду бесплатно что я перечислился в начале детского лагеря я нигде ни рубля не получаю и голодным не ложусь и никакому березовскому я не завидую я только жалею что он бога если умер не знал какое горе то весь мир приобрел а душе повредил какой выкуп даже за душу свою и далее считаем 1 калифон 4 глава 16 стих посему умоляю вас подражайте мне как я христу ну тут понятно что он надеялся что он поступает как христос а зачем умолят умолят а зачем не осуждайте меня что говорю а я умоляю вас подражайте мне вы можете это правило сказать вот это и она я это могу сказать я скажу только самое маленькое вам вот сегодня здесь в интернете иногда бунтует но адвентисты седьмого дня свидетельговые правы должна быть десятина в храме должно быть торговли вам это никак не понятно мне это понятно было в первый день когда я обратился ко христу через евангелие двадцать седьмого сентября 1962 года в семнадцать ноль ноль а работал в это время матросом учился в училище высшем мореходном мне это понятно было я только один раз услышал тогда а что десятина десятая часть заработанного у меня заработок 100 десятку нужно отдать во имя христа я сразу решил буду отдавать девяносто девять десятин и пятьдесят лет я прожил в этом накале у меня ничего нету я сам трехэтажными вот заплатами начиняю вот он я перед вами здесь это не я не просто бромирую этим это моя просто жизнь я нормально и летом я иду по городу босиком босиком совершенно не носков ничего нету иду по городу в краевой администрации меня везде принимают а чего у вас так обуви нету да есть обувь мне так интереснее у меня валенки притом разное цветом его ну серый а другой черный но один износился а другой там сохранился я зайду первым делом в снег их потру снегом чтобы никакого а дальше шпарю по городу ботинок нет и в который видел от балашоп этот он все это описывает все в этой книге почему он говорит уникально я не считаю в себе не уникальностью ничего я живу так как есть один из примеров я как-то зашел в краевой суд а председателю пашков виктор иванович генерал-майор с ним рядом находится прокурор края генерал-лейтенант дальше генерал-лейтенант на управляющий делой отдела юстиции я зашел к ним а как раз сабантующих был день рождения одного из них они готовы только сейчас разговаривали был здесь мэр города баварин входящий в десятку лучших мэров россии мой друг могу назвать и мы только что о вас говорили на дне рождения генеральные первые лица края края и они обо мне рассуждают моя вина в этом нет я говорю о чем мы говорили до более счастливого человека мы просто не знаем я говорю а как вы определили почему вы делаете то что вам нравится о это точно а я показывает пачка дел уголовных убийств я сижу чем я занимаюсь и тот тоже чем мы занимаемся я не могу талант свой развитие горя каждый день его развивая с молодыми молодой я по возрасту застал застрял где-то на 25 летнем возрасте я не ощущаю возраста своего как моя мама спрашивала а в какой стороне сердца то в груди вот так пощупать говорят сердце болит а что это такое умереть как пчела в полете с полной с полной горстокорзинкой меда как богу угодно но надо статьи маленько думать что я это делаю ради моего любимого бога ради христа ради хоть чем-то доказать ему господи я тебя так люблю если любите соблюдите мои заповеди вот поэтому у нас в общем такой порядок который нигде никогда нету и не было я могу сказать чтобы все давно были в полное погружение все сознательно приняли христа своим спасителем это в православии у сектантов это сплошь но там другой вопрос неправильно крестят они не рукоположны мы находимся во вселенской православной церкви к той части принадлежим которая приняла акт анонического общения наш батюшка служит московской патриархии они у нас мы не раскольники никто но мы со многим не согласны не согласны что не сходится с библией они не идут на благовестие самое главное они делают совершенно не то вот эти плесунья тому храме христа спасителя их трогать пальцем нельзя было они не понимают содействовали или безразличие их посадили зачем храм надо было закрыть на три месяца как оскверненный согласно слова божия он вел трофим оскверненный и далее три месяца молиться со слезами денно и ночно запруди всю площадь там рядом все было бы по-другому меня когда спрашивают а вот избрали его патриархом чтобы вы делали ну первым делом прекратил строительство храмов всех до одного заморозить стройку все деньги которые освободятся бросить на издание новых заветов его в первый же день я сегодня патриарх имя свое не менял бы я в честь игнатия ростовского чудотворца 10 июня по новому а имя мое стали бы игнатий богоносец в честь всего первым делом я открыл бы тысячи училищ в один день так преподаватель нету к баптистам обратился бы там нашлись вы знаете какие там проповедники чудеснейшие которые нигде вы подписывали не буду трогать православную догматику божьей матери иконы вот как поступил у меня программы на каждое дело есть но не востребованы и далее второй раз павел говорит 1 коринфянам 11 глава 1 стих будьте подражателями мне как я христу почему это не пётр не говорит не а никто вопрос почему ну почему никто после этого не сказал ни разу почему он мог это сказать я ни разу этого не сказал нигде но я все время туда скашиваю глаза я бы записывал все что делает павел как он встает через сколько дней вкушает как он ночью встает все бы записал записал мне магнитофон есть дальше второй раз сказал 3 переписом пишет 3 глава 17 стих подражайте братья мне и смотрите на тех которые поступают по образу какой имеете в нас но тут уже плотную ко мне подходит не только христу подражать но и тем которые так поступают но смотрите на мою жизнь тоже можете подражать в чем-то повторяю в чем-то апостол павел говорит я для всех сделался всем чтобы приобрести некоторых по крайней мере некоторых я за всю жизнь ни одного еще не встретил человека который бы выполнил это мне это дано я выступаю баптистов никто не знает что я не баптист у адвентистов они считают что я адвентист у старообрядцев они считают я старообрядец я ничего не подделываю это все у меня совершенно естественно идет это господь так делает не ищите своего для всех я сделал совсем и конечно вот сейчас выставляю материалы сектанты вот наконец-то мы услышали о мощах правильно вчера от меня православные посыпались человек на 50 ушло за ночь а вы против мощей вы не понимаете какая мощь в этих мощах ну не терять же дружбу то я доказательства сделал они не могут доказать почему у патриарха рука отсохла когда взял волосы на память у семена столпника а там не так написано может так у меня в кавычки взято дорогие я все в кавычки беру то есть копирую из жития святых которая перезала патриархия может быть лет 7 назад далее 2 кориффином 10 глава 12-16 стихи ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми которые сами себя выставляют так я останавливаю сами себя выставляют я себя не выставляю меня выставляют пусть тебя хвалит другой язык снимают обо мне фильмы ну не я же их ставлю фильмы то так что выступает священник здесь отец николай бурдин на южном игнатий он закупил за американские доллары телевидение с москвы приезжают с германии там отовсюду снимают его всю печать местную а правда в печати я много выступал везде платить надо а тут ничего я не плащу а сколько вы денег заплатили представьте к вам приехала директор кэстонского института из лондона ксения дэннон и ее сопровождает с останкина с алтайского гтрк позвольте у меня денег нет на это не так не бывает представьте какие лучшие режиссеры снимают а вас фильмы я ничего не знаю они сами себя выставляют далее они измеряют а себя самими собою и сравнивают себя с собой неразумно с собой дальше они не видят у григория григория низкого был брат василий великий макрина когда она умерла и он стал они писать а потом руки опустил говорит не верят я пишу горит они не верят они верят только в то что могут сами сделать вот их критерии вот они этого не могут делать что я делаю но начните платить 9 десятин вот нынче я встретил у сектантов одного него 9 ребятишек и он платит 5 десятин первый раз встретил жизни но не 9 поэтому я все время работал на двух-трех работах постоянно и всегда выработка у меня было двести восемьдесят триста процентов я плотник печник 40 лет был самая грубая работа бетонщик стекольщик я прораб закончил строительный техникум барнаульский я не ищу себе мне бог все так дает я просто готовы беру а как вы нашли вот эти люди я не искал бог их привел ко мне на дом вот я мне нужно насчитывать у меня был материал м1 м5 это о масонстве о захвате в мире тогда то что все это тайна была я должен был записывать и матрасы висели на окнах на дверях и нужно было мне как то насчитывать чтобы я не один и вдруг я утром встала я молюсь об этом а дома у меня люди постоянно я говорю так я сегодня сон видел интересный ко мне даже зайти два человека и один из них у меня останется но над ним нависла скала я просто в скале сквозь и под выступом я еще не рассказал сон в дверь стучат прямо во время разговора сна заходят два человека я настораживался кто так и один из них я да и яковлев вот он мы будем насчитывать вместе трагедия русской церкви льва регельсона трагедия 20 век мученики 20 архипелаг гулаг масонство его голосом насчитано больше нигде этого нет вы знаете такой был эрудит энциклопедист я думаю может таких нет сегодня отец александр мень у кого есть записи лично с ним беседы интервью задавали дайте мне знать в интернете стоит мои беседы с ним я у него раз другой прихожу и все записываю все вопросы они в двадцатом томе у меня отмечены а сегодня говорят знаете мы нашли интересную запись правда не лучшего качества но именно беседовать два человека как будто противоположен насколько важно это отец александр мени игнатий лапкин а кто такой игнатий лапкин да кто его знает кто он такой но задает такие вопросы которые сегодня еще неразрешимые были он у меня даже в одном месте вот так микрофон схватил и засмеялся но интерьер никогда таких вопросов не не задавали и еврейский вопрос все там было почему вы в москве живете не сделали это а я с огромным магнитофоном в мешке с проводами туда еду прицепляясь и дальше веду я спрошу почему выпустили книгу там серия книг была 14 мировые религии современные религии все я нашел что самое лучшее было это метрохина баптизм настолько хорошо написано профессор метрохин я еду в москву нахожу этого метрохина и записывает тайно наш разговор но почему этого никто не сделал я эти почему могу я теперь задавать вы же там рядом были мне надо было тащиться до 3300 километров тащить эту аппаратуру в мешке обыкновенный мешок из-под картошки и там лежит вот этот магнитофон только от проводов работает и я его записываю вот я бы таких вопросов могу знаете сколько за и они у меня в книгах отображены сколько таких было у нас тут преподаватели писатели научных работников с которыми я встречаюсь в литературном институте и читаю стихи там лев ашанин был как раз по одному стихотворению и все стали просить чтобы я еще раз сказал еще и он говорит знаете у нас в такое впечатление как будто ворвался ветер и все шторки все наши окна все распахнул а я дорогой написано стихотворение у меня книги стихов сейчас готовится к выходу но платить еще почти по 800 страниц по 800 4 тома это 3467 стихотворений по 9 куплетов каждая в четырех строчных 9 куплет и напротив каждой строчки еще и выписано откуда место взятое из библии вы сами посмотрите хотя это не у каждого стихотворения но еще завидовать почти 80 стихов положено на музыку я бы мог включить показать вам это надо вы найдете это все в mail.ru у меня стоит бери и вот каждый раз а зачем вы это говорите ну хорошо я не буду говорить пленки я издал никому не говорю все заглохло и кому не пойду только до кгб я уже понимал за у меня другое дело я был в москве проехал по россии сказал кто примет мою работу начитанные пленки оригинал уже начитанные это 200 примерно пленок 375 метров 4 дорожки скорость 4,7 сантиметра звучание каждые 8 часов 20 минут кто возьмет даром отдаю даром 15 магнитопонов по 320 рублей тогда какие были деньги и 3000 кладут сверху еще откуда у вас такие деньги от бога я работал в смена и люди если печники кладут пять четыре пять дней одну я в один день выколол две от фундамента из трубой вместе как пишет теперь деньги были немалые у меня как у джека лондона все для дела революции как один мексиканец там боролся у меня все для дела христа было я всю все эти годы молился о возвращении александра солженица кто так молится я за печки с бабушек не брал а говорил порублю раздавайте около церкви просите чтобы александр вернулся для вас просто вернулся а для меня по моей молитве я все эти годы молился о крушении сатанинского тоталитарного режима этой империи зла и лжи и она рухнула окаянная а я молился об этом по моей молитве но моя молита тоже в этом была а другие знать еще это не знают дальше мы а мы не без меры какой на безмерно литься будем но по мере удела какой назначил вам бог в такую меру чтобы достигнуть и до вас до вас которые слушаете он вообще вчера у меня образовал приехал специалист мой крестник и образовал канал на ю тубе и канал игнатия лапкина заходите за последние два месяца я выставил а нас сняты тысячу тысячу пятьдесят четыре ролика уже тысячи пятьдесят четыре они все здесь и это тоже будет выставлено четырнадцатый стих ибо мы не напрягаем себя как не достигшие до вас потому что достигли до вас благовествованием христовым вот чем достигать надо благовестием всюду и везде давайте мы не без меры хвалимся не чужими трудами но надеемся с возрастанием веры вашей с избытком увеличить вас у дел наш так чтобы и далее вас проповедовать евангелие а не хвалиться готовым в чужом уделе я в чужом уделе никогда не хвалился и павел говорит вы сеем на целине не в чужом труде я совершенно неожиданных местах с неожиданными людьми совершенно никакого там не было посева по тюрьмам по камерам там никого не было психиатрии меня психиатрия 26 лет мучила не два года 26 лет и только перестройка сняла с меня это клеймо злоупотребление советской психиатрии это надо было выдержать пытки какие устраивали это вот мое вот это тело перед вами но все это испытало выкручивание накачивание это бог сделал и вы не можете повторить мою биографию как я солженистинскую но моя очень похожие некоторые говорят даже я и вроде внешне на него похож второе вторая калифинам 11 глава с 23 по 30 стихи христовы служители в безумии говорю я больше я обращаюсь это к смещенникам ко всем это мои слова к вам я гораздо более был в трудах безмерно в рамах более в темницах и многократно при смерти от иудеев пять раз давно мне было по 40 ударов без одного меня заказывали заказывали на убийство подбрасывали что я с детьми их занимаюсь с преступниками я занимался с несовершеннолетними преступниками когда меня посадили милиционер ходил и распространял что у меня нашли радиостанцию 68 школе в подвале связан с японской разведкой еще только не было я должен был все это перенести должен был уповая на бога ждать от него избавления не от людей и вот снимок пожалуйста посмотрю пожалуйста это я иду арестованный краевой суд и что интересно когда я выиграл процесс 11 лет судился за конфискованную фанатику и мне бог сделал так нам негде было молиться предложено два места одно место прямо напротив тюрьмы сгоревший там магазин а другое где я сейчас нахожусь ползунова 6 город барнал прямо напротив суда краевого вот там сейчас и все это музей истории искусства кажется вот так я к ним пришел подарил так они не знают куда меня посадить я в вашем здании здесь был все это было дальше три раза от иудеев пять раз три раза меня били палками однажды камнями побивали три раза я терпел кораблекрушения ночи день пробыл во глубине морской много раз был в путешествиях в опасностях на реках в опасностях от разбойников в опасностях от и над племенников в опасностях от язычников в опасностях в городе в опасностях в пустыне в опасностях на море в опасностях между лжебратьями в труде и в изнурении Часто в бдении, в голоде и жажде Часто в посте, на стужи и в ноготе Я к этому обращаюсь Для меня Писание и Библия дорога тем, что буквально ни одного стиха нет, который по мне не проехался бы Он в меня вмонтирован прямо в молекулы тела моего Почему? Я был в темницах, терпел кораблекрушение Что бы ни считали, все во мне это есть Как я могу не хвалиться? Павел не боялся хвалиться Почему мне бояться? И мой Бог меня спас Я когда освободился, в этот же день ко мне приехали сотрудники КГБ Как? Он вернулся? Я все вспомнил, Юда Бенгур Так он же на галерах Путин тоже не стыдится сказать, что я как на галерах раб трудился Чего он хвалится от этим? Но я-то настоящие галеры испытал А как он живой вернулся? То есть отдали мне навсегда милостивый кесарь У меня другой кесарь, царь старей Кроме Посторонних приключений У меня ежедневно стечение людей Забота о всех церквах Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моей Я об этом и говорю У меня немощь, бедность, ничего нет Ни знакомства нигде Но Бог так делает, что совершенно незнакомые люди И они принимают деятельное участие в том, что я делаю Вот начинают евреи А у меня евреи первые помощники Для людей до того, что они знают, что я христиан Они у меня книги все мои имеют И помогают в издании книг И при том не какие-то евреи, а занимающие главенствующие места Главный банкир края, допустим Ну вот какое дело-то И у Соломона написано Когда пучи человеку угодный Богу То он и врагов его примеряет с ним У меня врагов нету Кто сажал меня, следователи Они все ко мне приезжают Берут книги Все Ни одного врага нет Не считая тех, которые умрили до моего освобождения Как прокурор, который сидел Я говорю, ну что ты на меня злишь Что-то брови были густые у него, как у Брежнева Я говорю, ну я пойду в тюрьму, вы дома Ну что вы Ну давайте по-хорошему взглянем друг на друга Это я еще стоял Ну, говорит, юмором у него Священник на меня клеветал А я ему тоже, прости, и тоже руки поставил Благослови меня, отец Михаил И он меня благословил А после этого, как так? Он же на него такие показания Он тут же отказался Это неправильно меня записали Что я жду Мессию с запада Я говорю, я жду его на облаках Грядущих силой славы великой Отец Михаил Скачков Ему нету, царство ему небесное Врагов у меня нету Враг только тогда, враг, когда считаю за врага его А если я считаю, это милость Божия Что на меня священники клевещут, там гонят коммунисты Меня это не касается Это плоть Плоть может истанчиваться Если хвалиться, то буду хвалиться немощью Вот здесь что перечисляется в опасностях Проверьте себя, где вы можете подписаться Сказать это обо мне Слово Божие живо и действенно Оно острее воюло острого меча Оно судит помышление, намерение сердечное Для меня вот, Слово Божие живо и действенно У меня как и эпиграф какой, записано здесь и в церкви Слово Божие это моя жизнь Я им живу Я знаю, что я сказал Субботец, адвентисты седьмого дня Они нападают, но ни одно место, которое я показываю Они его даже не дотрагают, они не умеют беседовать Они могут доказать только тогда, когда что я сказал Могут совместить с другими местами и сказать Оно не противоречит Они ни одного довода не берут Я показываю жития святых, что мощи надо захоронить Места Библии, они не отвечают Они не умеют беседовать Собеседник должен все места мои доказать Что они не так понимают со мной На всех остановиться, до единого Я вот на этих местах останавливаюсь От разбойников я был От единоплеменников Вот, единоплеменников А эти единоплеменники-то это не кто-то, а мои Мои единоплеменники И они меня гонят И как гонят-то, вы даже вообразить не знаете Я уж не говорить Не говорю здесь Мне говорят, все, ваше приняли бы в патриархию Если бы вы ее не упоминали Я не упоминаю Я говорю, это тысячу лет назад было с кем-то в Японии А уж хотите себе, дальше Вторая коротина, 12 глава, 11 стих Я дошел до неразумия, хвалясь Вы меня к всему принудили Вам бы надлежало хвалить меня Ибо у меня ни в чем нет недостатка Против высших апостолов Хотя я и ничто Эти личные незначительные В личном присутствии Под его именем послание Как бы нами посланного Это все было Это было Вот эти книги, вот эта книга Мне говорят, вот ее видели в новом издании В Санкт-Петербурге Продается Совершенно меня даже не предупреждают И я не знаю, это второе издание Оно было первое в мягком переплюте Приехали, ну пошли искать уже нигде нету Вообще от моего имени выпускать Я не говорил, не видел Подписывает, это он сказал авторитетно Я делал печи Делаю одну печь Несколько хозяев Другие, кому надо Уже молва идет, как я делаю Дешевле всех Быстрее всех Водки не надо ему И гарантию на год даю ему Что вообще не Бесплатно делаю ремонт И там начали целую бригаду Сделали какой-то татарин И ходили под моим именем Дескать, он сам не делает Только нанимает Тому у него бригада А те хозяева на дом приехали Ну уж сделайте сам Эти люди у соседа Так как-то делали Они целую неделю гуляли И печка так и не топится В моей жизни вот все такое Вокруг какие-то люди крутятся Я никого не знаю Мне некогда этим заниматься Глупостями И мне бы только Донести тело свое Вечером до постели Это моя постель Где я нахожусь Вот она, я рядом нахожусь И когда мне нужно было издавать Бог дал иеромонаха Который десятью пальцами мог печатать быстро на русском И десятью пальцами на английском языке Не глядя, не глядя Я один раз видел Знающего очень хорошо компьютер Изучавшего здесь он был английский Там китайские языки И он у меня спал вот на этой Вот на этой, ну Как сказать, не на нарах На кровати Палате Не шконка эта, нет Палате Палате, вот Вот так Вторая Коринфянам 3 глава 5 стих Не потому, чтобы мы Сами способны были Помыслить что от себя Как бы от себя Но способность наша От Бога Вот это я всегда подчеркиваю Мне говорят, а как вот Узнали, что у вас такой талант Изучать языки Я приехал в Латвию Встречаюсь с ними Сколько же, 15 лет А вы с ними разговариваете? Нет Они не знают ничего О, эти такие они Националисты Его если спрашиваешь Куда пройти Они вот так показывают В двух направлениях где-то Я в это не поверил И я даю свое мнение Латыши прекрасные люди Трудолюбивые Приветливые Я сразу же поступил В первую очередь купил учебник Дальше в латышскую бригаду И через 3,5 месяца 3,5, не полных, 4 даже Я уже с ними разговаривал И выиграл однажды спор Как правильно сказать У нас нет матерей А они сказали неправильно И спорят со мной по-латышски Ну а я-то только на это Пошли к офицеру Офицер говорит Он прав Мы говорим неправильно Вот как В школе не было иностранного языка Я не знал Просто спор зашел Я как-то уже защита диплома была Я говорю, как же так Вот Толстого считаю Война и мир Там столько выдержек по-французски Значит люди могли знать Да ты выучи Со мной нельзя было так разговаривать Как у отца Сергия Он всегда старался быть лучшим Сказали выучи Значит Он посмеялся на тот человек Но он не знал Вот от вечера я пошел К соседней девчонке Учиться Достал учебник 5 класса немецкого языка И уже прошло 4 месяца Я по-немецки разговаривал Выступал с немцами Они даже думали Что я из Берлина приехал Потому что Практику брал У немки Которая из Берлина была Бог делает так Интересно Да интересно А тебе это нужно Не нужно Я самостоятельно занимался Испанским Греческим Это все в прошлом Я ничего уже не знаю Но я Просто Вышел на газетный текст Мне это интересно было Сейчас молодежь Все стонет В армию Возьмут для пропащее время Но обо мне как-то написали Здесь преподает Высшая милицейская школа И как раз Сколько я провел за компьютером В 62 года Я только сел за компьютер 62 года было Набирал сам Версткой книг Занимался сам Версткой Так учитывая То там у меня Разный шрифт Наклон Там Стихи А вы Молодежь Студенты Стонете Меня перед студентами Представили где-то Ну конечно Это Трогает их А с чего вы начинали В первую очередь Отвергнуть себя Второе Возьми крест Все должен принимать Болезни В равной степени Поношение Издевки Все как от Бога И третье Следуй за Христом Считай его святые заповеди Еще Якова Третья глава Тринадцатый стих Мудры ли и разумен Кто из вас Докажи это На самом деле Добрым поведением С мудрой кротостью Вот и все А если В сердце Ваше 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 Или как Ой как Напали Которые Лба Не перекрестят А только Тайна Надо Чтобы никто Не знал А вот Сказали Что платите Десятину А почему Не боялся Об этом Сказать Тавид Одну Десятину Я отдавал Священникам Одну Туда Одну Раздавал Нищим Один Восемь Тавито Зачем Он это Говорит Тавито Книга Он говорит Я От первого Лица Идет Разговор Почему Вы его Не обвиняете 28-29 стихи Заговорил Богатый И все Замолчали И превознесли Речь его До облаков Заговорил Бедный И говорят Это кто Такой И если он Споткнется То совсем Низвергнут Его Вот я этот стих Применяю К себе Это мое Вот когда я Обратился К Богу Я прочитал У Давида Такое Говорит Да не постыдятся Во мне Все надеющиеся На тебя Господи Допустим Я Среди народа Как-то бываю И я не так поступлю Как-то греховно И меня это выстоит А моим друзьям Будет укор Вот вы Его слушали А он Ты понимаешь Вот он какой Я этого так боялся Друзей не подвести Поэтому Себя крепил Это нельзя делать Этот стих Во мне Вошел Но ты закрыл Лицо Твое Говорит И я смутился Евангелие Тайана 8 глава 46 стих Кто из вас Обличит меня В неправде Если же я говорю Истину Почему вы Не верите мне Я это слова К себе беру С маленькой буквы Я это говорю В неправде Моей обличите Вот мои книги Почему не соберутся Епископы вместе Ну вплоть до всех Сензоров И конкретно По каждой книге По стиху Но только Во свете Библии А не так Что сказал Там кто-то Сказал кто-то Но вопреки Библии Он сказал Кому я должен был Уверить Кого он должен Больше слушать Бога или Человеков Да у меня Все необычно В моей биографии Родиться В беспоповской Семье Найти священство Понять что Без священства Нет церкви И обратиться Уверовать во Христа Имея страх Божий В 23 года уже И обратиться Триди сектантов Я у них там Буквально сразу Был выдвинут На первое место Тогда было Только так называемое Движение За церковь У баптистов Отделенное Инициативники Назовали Совет церквей И я помогал Материалы распространять Я сразу включился В их работу Я не баптист И они это знали Братик 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 Меня везде Вот и все У меня знакомый Был один Был знакомый А потом он исчез А потом вернулся Я говорю А где ты Саша был? На севере был Работал Деньги зарабатывал Ты тоже кажется северяк На севере На каких-то там Золотых приисках Работал Там были у вас такие? Вот И работал на мощном Американском бульдозере Как он называется? Котопила Вот так Я говорю Мы бы тебя приняли Но ты Осквернен Тем что ты не платил Десятину Ты же не платил В церкви Не платил Так вот Хочешь быть с нами Сядь подсчитай Сколько ты заработал И десятину высчитай И отдай Завтра мы ее От тебя снимем Он подсчитал Как раз то Что он привез сюда Деньги Деньги-то были хорошие Я говорю Ты готов деньги Снять с книжки И отдать их? Конечно Он очень любил нас Я говорю Пошли Он снимает деньги И мы прямой наводкой К баптистам К отделенным Я знаю Я знаю куда деньги У них подпольно Печатали деньги Да ты же православный Тут все замерли Такие деньги И мы отдали Володя принял их Тогда был такой Пресвитер Новый Завет Печатали Новый Завет Печатали Да Новый Завет Печатали Новый Завет Подпольно Печатали Я знал куда деньги дать И все Теперь он наш друг Человек Десятина должна быть Отдана Богу Я не просил Большего Это больше Что я взял для себя Сам Я увидел Что правильно Делали апостол Они сто процентов Отдавали Купили К ногам апостола Положили Но я не мог сто И десять процентов Конечно Не хватало Поэтому у меня всегда Две-три работы было Я дома сижу Переплетчик Реставратор Переплетаю На работе сижу Работаю У меня все время Руки работали Я ни разу не пожалел Что вот так А меня настоятель вызвал Игнати Что ж такое Это опять около тебя Бабки там Чего они около тебя Крутятся Да просили снег С крыши И вот я договорился Там сколько бабок Приду скидаю А эти-то приходили еще Да дрова привезли Им не пилить некуда Это мы Мы придем к ним Перепилим Да ты что солнце что ли А это что Да это просила пилу Потащить Это валенки подшить Я прихожу Оттуда ухожу Нагруженный А он настоятель Какой есть Для меня это Нет разницы Как ты на меня смотришь Я перед моим Богом Я в каждом Должен увидеть образ Христа Они такие ласковые Такие хорошие бабушки Я так их любил И поэтому Бог дал мне Любовь к старости И от старых От молодых Матфея 5 глава 14 стих Вы свет мира Не может укрыться Город Стоящий наверху горы И зажегши свечу Не ставят ее Под сосудом Но на подсвечнике И светит всем В доме Тогда светит свет ваш Пред людьми Чтобы они видели Ваши добрые дела И прославляли Отца вашего Небесного Чтобы видели дела Или спрятать Как увидеть Если нет Я их не опиширую Они просто на виду Община От которой я здесь Ну тут Ну 90 может С лишним процентов Пришли через мою проповедь В университетах И где Вот он Снимает Пришел через это Ты приехал Сюда не оказался В общине Если бы ее не были То есть Мы все связаны Связаны Которые Жены наши Дети рождаются Я в каждом Из них нахожусь Но у меня претензий Ни к чему нет Я все время Стараюсь отстраниться Я добровольно Отошел от всего Не пишу стихи Говорил 4 проповеди В неделю Отошел от проповеди По порядку Перечисляю сколько Но я староста Выступал в газеты Отошел Книги издавал Отошел Я 8 дел Полностью оставил Оставил себе Как раньше было МФ У глухонемых М И вот так называется Морфлот А теперь остался Эка молитва И форум Все время Здесь нахожусь Дальше Псалом 68 7 стих Да не постыдятся Во мне Все надеющиеся На тебя Господи Божий сил Да не постыдятся Во мне Ищущие тебя Божий Израилев Вот это надо Взять как за эпиграф Чтобы никто не сказал Верующие А вот что они Вытворяют У меня отец Любил выпить Ну и у жены Надежды Там Василий Фадевич Они как-то собрались С тестем И сидят там В саду В огороде Там Выпивают А мама наша Проходит мимо И слышит О чем они разговаривают Ну как Не знаю Что-то с моим С дочерью Что-то сделалось Была учительницей Что-то головой Поградилось Какого-то Бога стала Молиться Домой-то дурачок Тоже Ведь мы так надеялись Что он в партию Вступит И он Всех остальных детей Поможет поднять Потерял сына Я отец Оба сидят Выпьют Ну ладно Уж какие есть Какие есть Я написал стихотворение Как в басне Надо в наш беде случиться Служить греху Смертельно я устал В мечтах Меня ты видел Коммунистом А я нашел Воскресшего Христа Я отцу написал И вот когда гуляли Однажды Кто-то сказал А чего ты Тихон Дмитриевич У тебя сын-то вон куда идет Его власти там Он против советской власти идет А отец вот так Руки не было с фронта Ну его видимо это задело Ну уж если верить Так верить Как мой сын Игнашка верит Он никому не уступит Он твердо идет И он это понимал Значит там он С тестем говорил одно А тут когда заделает Вот он уже Вот так Второе царство 22 глава 45 стих Иноплеменники Ласкательствуют Предо мною По слуху обо мне Повинуются мне Это Давид говорил Я могу сказать Это о сектантах Договариваются Остреющем Новосибирске Академгородок Все договорятся А потом спрашивают А кто с православной стороны будет Если бы сказали Епископ Священники Ну внимание Но когда сказали Сборнуло Лапкин Они мгновенно все отказались Они ласкательствуют Говорят Но по слуху Обо мне Они повинуются мне Но Давид не боялся Это сказать Почему мне это бояться Он говорит конкретно О себе О наплеменниках По отношению к нему Псалом 17 45 46 стихи По одному слуху О мне Повинуются мне Иноплеменники Ласкательствуют Предо мною Иноплеменники Бледнеют И трепещут В укреплениях своих Вот которые Заметили Вот я выставляю ролик И дальше Вот Дальше они Бывает один Зайдет Раз Два Три Десять Больше своих Выступлений Подряд Он не может Высказаться Ну Задевает Меня Ты сектант Ты сектант Ты православная Верия Изменник Он ждет Я вылезу Я никогда не вылажу Почему Спорит Тот кто ничего Не знает Это у меня Такая наработка А Кто знает Он возвещает Истину Я возвесил Но теперь Вокруг этой колокольни Бегайте Подвизгивайте Если я сказал Что церковь Только там Где рукоположенное Пастерство Священники От апостольских Фремен Хератония непрерывная Сектанты Меня смешивают С грязью И как бы вызывают Ну вот выйдет Смотри У вас там Эти кости Там везде Мощи Вы там все делаете Попы Там такие толстые Задницы Грубить начинают Выйдет Я не выйду Я смотрю Дома сижу И сразу Знают У меня вот Главное оружие У меня И перед иконами Это вот мне подарок Подарки Мне дарят Вот пожалуйста Сто поклонов И все И на душе легко За всех сектантов Баптистов За премьер-министра Президента За патриархи Кирилла За всех молюсь За Горбачева За Стерлигова За Невзорова Они поминаются Именами В моей молитве Днем и ночью Почему Любовь Христова Да будет над ними Они мне не враги Они несчастные люди Они не знают Этой радости Охотятся За ними За мной никто не охотится Я в любое время Ночью иду Куда угодно Меня еще боятся Глядя какие Что интересно Однажды я вот так вот иду Ну и визитки раздаю Там приглашение На занятия В университет Стоят группа студентов Вот до того Было это интересно Но там в жизни Так бывает А там один Один из них идет И говорит А что такое Да вот подошел Интересный человек Они там говорят А я отхожу Лучше слышал Ну я повернулся И пошел Они смотрят Так подходил А где он такой-то А тот А я вот сейчас посмотрю Подбегает вперед На меня Заглядывает И опять помчался Да он самый есть Я перед ними Стою Они не видят Как я одет Они у меня приведут Лицо Бороду А когда я уже Развернулся Я совершенно другой Пигмеющий Там говорит Хаттаб еще маленький Но до того интересно Ну просто интересно Надо жить Красиво и азартно 1 царств 12 глава 3 стих Вот я Свидетель Я пред Я ко всем людям обращаюсь. Вы конкретно ко мне что-то имеете? За основу возьмите римлянам вторая глава. Вот я говорю, а я не делаю. Я должен говорить. Ну а как я могу не говорить? Мы приехали в новое селение. Ну везде вопрос. Мы заходим в дом и говорим, так мы Мамонтского района, поселок Потеряевка, православные христиане. Вот раздаем Евангелие, если у вас нет. И сегодня у нас встреча в 3 часа будет в Доме культуры. А кто это? Я должен сказать, кто они? Потеряевка. О, мы знаем, нам это интересно. Это вы деревню строите с нуля? Да, мы. Все, я пошел. Так, а что вы о себе рассказываете? Каждый раз думаешь, это сатана везде рога выставляет. Ну давай, я не буду говорить. Я буду молчать. Мы идем парами двое. Ты говори, что? А что я буду говорить? Ну что ты говори? Он подошел только сразу. Вот у нас сегодня в 3 часа будет. Его спрашивают. А кто вы такие? Он тратит 5 минут. Я говорю, у нас норма 2 минуты на дом. От дома к дому перейти про все 2 минуты. У меня вымерено до каждого слова. Ну еще будешь говорить? Нет, у меня не получается. А что ж ты меня осудил? Теперь, выходя перед народом, я должен представиться, кто я такой. Я говорю, мой возраст 73 года. Живу в поселке Потеряевка. Я православный христианин. Как обратился? Павел не боялся сказать. Сколько раз он свидетельствует перед Синедурионом везде. Я такой-то. Я шел, осиял, а я упал. Что вы ко мне-то прилепляетесь? Я что-то нарушил, от вас отнял. У вас не было обращения такого. Вы и здесь мне завидуете. У меня было подлинно настоящее обращение. Рождение свыше, исполнение Духом Святым. Я это испытал. Как писала Ксения Дэн, это драматическое событие произошло в моей жизни. Притом я этот момент ждал. Говорят, у вас что-то в жизни неладно было. У меня все было ладно. В это время я учился в высшем мореходном училище. Работаю на корабле. Знания. Память. Здоровье. Но в подводный флот не набирают коллег. Но Бог решил иначе. Теперь не ты будешь убивать террористам. Тебя будут убивать. Как я благодарен Богу, что у меня слух был ослабленными временами. Приходило повреждением. Я не слышал задания, которые учитель задает. Я учил на два урока вперед. И вот эта самостоятельность работы помогла мне в работе с книгами. С трудными книгами. Такие как Исаак, Сирин, Симеон, Новый Богослов. Вот есть это самые наитруднейшие книги. Обычно я когда начитываю, ну сколько дыхания хватает, бывает час начитываю. А на их начитываю больше 15 минут я не мог начитывать. Я днем никогда не ложусь. Повторяю, меня жена не видела лежащим. Но здесь я ложился в день раз в пять спать. Хотя бы на 15 минут. Полностью разум выхолощен. Вот что они говорят. Их называли ангелы во плоти или человек на небе. Настолько возвышенные слова, мне надо интонацию передать. Я считаю и до каждого слова надо дойти. И полностью чувствую, все, мозги высыхают. Я пью опять воду с медом, ложусь, встаю опять свежий, считаю. Минут 15-20 я выхолощен полностью. И опять. И до конца так и не досчитал. Феофан Затворник. Это пишет Василий Кривошейн, архиепископ Брюссельский. Так и не решился перевести Симеона Нового Богослова на русский язык. Не решился. Если перевести и дать, все поймут, что они неверующие. Потеряют веру остатки. Вот какие есть. У сектантов есть такие? На них понятия не имеют. Но они хорошие люди, сектанты, но не церковь. Я постоянно подчеркиваю. Поэтому у меня, друзей среди сектантов, было бы очень много, если бы я вот этих слов не говорил. Поэтому на то, что которые обвиняют, вы говорите о себе. Но научите как по-другому. Дело в том, что, допустим, я нынче 240 раз должен был сначала, начиная, выступить перед библиотекарями, перед людьми. Допустим, в библиотеке. В первую очередь, я нежданный и незваный, как говорят об евреях. Я явился. Здравствуйте, тетя Аня, племянник приехал. Кто такой? Так я оставлять должен 38 книг. А у них предупреждение всякую экстремистскую литературу не принимать. Я должен вызвать в течение 20 минут полное доверие к себе и к книгам. Я о чем должен рассказывать? О Христе у меня все написано. Они говорят, мы это знаем, у нас в Библии считаем это. Кто вы такие? Я должен открыть книги, показать документы, что наши книги подарены Путину, Медведеву. Документы, что они у патриарха, у священников. Благодарности от церквей, которые я получаю целой пачкой, где находятся книги в церковных библиотеках. А о чем я должен говорить? У меня задача детей моих пристроить. Я должен вызвать доверие, что я не бродяга. Я должен открывать книги, показывать, смотрите, какой вопрос. Я раз сюда, женщина зашла, это директор. Она подошла и сразу расположена, Тюменцева. Я говорю, вам что нужно в этих книгах? Да мне что тут у вас нету? Ну а как вы знаете? Да у меня сейчас доклад там старообрядцев много. 11-й том, желтый. Я его вытащил ей в руки. Это еще старообрядцев. Том, все, что от самого начала за 300 лет написано здесь. Так у вас что со всеми? А у нас тут мусульмане? Хм, 18-й том. Я весь Коран разбираю, пасура моей ята, весь, в сравнении с Библией. Это ни у Сысоева, ни у кого не было. И все, что Сысоев говорил у меня в помещенном, что за 1300 лет говорено было о мусульманах, о мусульманах и поэзии, все у меня в одном томе. Ну а как вот евреев сегодня так относятся? Они ограбили страну. Ну а это 23-й, 24-й, 25-й том. Эта тема большая. За 3600 лет, что о них было сказано, все там. И разбираю 12-й томный талмуд их, в сравнении с Библией. Да таких книг нигде нету. Их не существует. Чтобы это написать, я должен жить этим. И, конечно, знать Библию неплохо. Поэтому у меня по-другому не может быть. У Павла были обвинители? Были. А сидел бы я где-то, ну помолился и за куток. Ну кто меня будет гнать? Я никому не нужен. Но гонение, раны за Христа – это радость. Гури и Самон, Амив, за что погибли? А если бы не пропадала Мария Магдалина, ее бы никто и не знал. Мы должны быть подражателями Господу Иисусу Христу и видеть образ, что выполнимо это все, как Павел. И были такие люди, как Иоанн Златоуст, как пророк Иеремия. Вот мой ответ. Всем, кто за мной наблюдает, кому не нравится, как я говорю, но попытайтесь то, что я делаю, среди тех же людей, выразить другими словами. Потому что я работаю среди православных, старообрядцев, и беспоповцев, и сектантов разных-разных направлений. Это жена там тут, с Ветей Легову, приходит. Одно время навадились ко мне домой ходить. Руководители их. Вы прямо совсем... И имя Иегова, знаете, я показываю в моих книгах, имя Иегова употребляется 1700 раз. Довольно? Тысячи! Это Бог делает так. Наши люди все знают имя Иеговы. Мы употребляем это имя в молитвах. Мы это знаем, но истина в церкви. Бог так сделал. Я знаю, это то, что сегодня говорю, и в этом будут находить, но меня это не касается. Я искренне рассказал, как есть по-другому. Я не могу. Я могу вообще себя не поминать. За ширину скрыться и начинать читать Евангелие. Вам это надо? Я их должен привлечь. Должен привлечь и показать, выполнимо все на практике. Город на вершине горы не может укрыться. Это я абсолютно точно знаю. Приезжает начальство, начинает какое-то стресс-то. Ну, я вижу, они там что-то говорят. Я подошел. А кто вы такие стресс-то? Почему такая тяжелая работа у женщин? И дальше начали говорить. А там, годы советской власти. 70-е годы. Ну, так у вас евангельский язык такой. А кто вы такой будете? Меня положили в больницу, и приходит один профессор. Я вот о вас слышал, хотел поговорить. И стал говорить, а я ему отвечаю. Ну, вы своими словами можете сказать, что-то у вас какая-то цитация, как цитатик Мао Зедуна. Все, Библия, глава, стих. Ну, своими словами. Я говорю, а я вас сразу узнал. А как? Да вы еще в раю, в раю, к еле подходили. Вы хотите меня за ограду выкинуть? И чтобы я начал умство, я не знаю, мои мысли в Слове Божьем от слов своих человек оправдается и осудится. Слово мое будет судить его. Евангелие Отяна 12,48. И раз оно будет судить, вот мандат, с которым я явлюсь. Я по нему жил, никому не угождал, никому, ни разу, ни в одной строчке в этих моих книгах. Я всегда смотрю выше голов, как Мартин Лютер говорил. Я его употребляю. Мне очень нравятся, очень хорошие проповедники. У них такие, которые и есть. Называют Ярд Пьесе. У меня было только его проповедение. 136 часов. Меня за это судили. Внятно ответил? Да, внятно. Спасибо, Христос. Благодарю Господа моего, что позволил устоять. Ни на один даже провокационный вопрос я не делал, метку не буду отвечать на все, всегда отвечаю. Богу нашему слава. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok